В этом году в Каракалпакстане запланирована реализация 11 проектов шелковой и шерстяной промышленности на 1 миллион долларов. При этом племенной скот будет завозиться из-за рубежа и распределяться по хозяйствам. В этой связи в Эликалинском и Беруниском районах организовали практические семинары. В фокусе внимания создание тутовых плантаций, инвестиционные проекты в области шелководства, обеспечение занятости населения. Повышение уровня жизни населения, особенно в отдаленных местностях, обуславливает собой комплексную работу по всем направлениям. Отдельное внимание уделяется при этом созданию на местах новых рабочих мест, организации самозанятости населения, в том числе и посредством развития животноводства. В частности, на основе поручений и предложений президента, озвученных на видеоселекторном совещании, в феврале этого года на основе кооперации намечается среди населения распределить 350 тысяч овец и коз. Планируется на эти цели выделить 100 миллионов долларов. Кроме того, поставлен ряд задач по созданию 67 крупных овцеводческих и козоводческих хозяйств. В настоящее время сотрудники Республиканского комитета по развитию шелководства и шерстяной промышленности посещают даже самые отдаленные города и села страны. Встречаются с фермерами и чабанами. О значимости таких встреч говорилось и на практическом семинаре в Великолинском районе Каракалпакстана, где также обсуждались проблемы и планы по развитию отрасли. Отмечалось, что в Каракалпакстане в ближайшее время 8 120 голов крупного и мелкого рогатого скота доставят домохозяйством. В текущем году будет реализовано 11 проектов на сумму 1 миллион долларов. В рамках 9 из них из-за рубежа завезут 17 700 голов племенных овец и коз. И еще 8 120 выделит 1624 домохозяйством. Кроме того, планируется реализовать проекты по производству гранулированных комбикормов мощностью 27 тысяч тонн в год. Еще одной масштабной акцией стала высадка саженцев-тутовника в рамках общенационального проекта «Яшелмакон». Только в Великолинском районе в текущем году количество саженцев составит 1 миллион 600 тысяч, благодаря чему ожидается увеличение объема производства коконов до 162 тонн. 2840 коробочек с семенным материалом будут переданы в домохозяйство. К выращиванию коконов шелкопряда привлекут более 9 тысяч человек. Следующий адрес – Берунийский район. Здесь также в рамках общенационального проекта «Яшелмакон» прошел семинар по размещению саженцев-тутовника, которым покрыты 8 гектаров. В целом же в районе планируется посадить 1 миллион 600 тысяч саженцев. Здесь также организована комплексная работа в шелководстве. В нашем районе 3000 женщин-надомниц обеспечены работой. Ранее они были занесены в списки женской и молодежной тетради. В этом году планируем высадить 1 миллион 172 саженца-тутовника. При посадке 200 саженцев будет обеспечена работой целая семья. В целом же по Карагавпакстану в этом году будут выращивать 14 тысяч коробочек семян шелкопряда, что даст возможность заготовить более 800 тонн коконов. В процессе данной работы будут заняты более 48 тысяч человек. В продолжении практического семинара гостей ознакомили и с состоянием инвестиционных проектов. Отмечалось, что в этом году сдадут в эксплуатацию ряд заводов по выращиванию коконов шелкопряда, что также расширит возможности в этом направлении. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова